Всем привет, катаны и катанессы, меня зовут Лео, сегодня вместе со мной Ли, и вы на канале Ли-Лео. В последнее время мы сняли очень много видео от автора Человека за окном, но существует игра, с которой всё началось. Та самая, первая игра, которая заставила его делать игры про женских персонажей с бидонами. Я довольно неплохо знаю английский язык, но даже я не могу перевести её название. Немного больше, знай, ноль. Ну, звучит многообещающе, знаете. Но прежде чем мы перейдём к игре, я хочу напомнить, что наш канал теперь можно поддержать. В описании к этому видео есть ссылочка, туда можно скидывать донатики, но это совершенно не обязательно. Просто поддержите его лайком, напишите снизу комментарии, или ещё лучше посмотрите это видео с VPN. Ну что, поехали? Вау. Ух ты. Здесь люди, здесь ещё люди, но вы видите, они всё такие крупные. Дзиньг, дзиньг. А чё? Тётя Сандра? Да? Мама говорит, что она не может приготовить сужин и подать его до тех пор, пока вы не привезёте индейку. А она хочет сказать вам поторопиться с вашей этой индейкой. Вы знаете, как рада я встала, чтобы приготовить индейку. Так что я не хочу слышать от вас этот бред. Она может в следующий раз сама приехать ко мне домой и забрать её, ясно? А сейчас она говорит, чтобы я просто сказал вам, чтобы вы перестали там возмущаться и уже вели машину свою. Скажись, что когда я приеду, я эту индейку, значит, куда засуду. Блин, чё произошло? Кажется, она врезалась. Вы в порядке? Нет, не в порядке, я пацан. А, это был пацан? Я его озвучивал голосом таким, типа. У меня там с тачкой кое-какие проблемы. А, блин. Там что-то выскочило и бросилось себе под колёса. Алё. Чё, ты Сандра? Ты всё ещё здесь? Ты что, не слышишь меня? Я хочу, чтобы ты позвалил. И кто-то сбросил. Какой кошмар и ужас. Окей, смотрите, нам впервые дали посидеть в каких-то машинах или типа того. А мы вообще можем отсюда выйти? Я не собираюсь оставаться здесь до тех пор, пока кто-нибудь придёт на помощь. Нужно отправиться вперёд и самой пройти. Тем более, что идейка испортится. Да и тем более, до утра тут вряд ли кто пройдётся. Потому что я в глуши какой-то. Возможно, в Сызрани. Тетя Сандра такая мощная бабёха. Да, я только не могу понять, что она из тачки не может вылезти. Куда надо нажать... Чё это такое? Я слышу какой-то шаги. Шаг определённо по листьям. Я надеюсь, это лесник. Типа, он пришёл сюда для того, чтобы... Спастить эту Сандру. Этю Сандра. Или это сам этот пацан такой, он из леса ей звонил. Вау, 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 вау. А, ооо. Всё, всё в порядке. Класс. Это просто обычный оленёнок. Старый добрый оленёнок. Куда он идёт вообще? В смысле... Ой, их несколько. А чё тут так много оленей-то? Подожди, это что, собрание оленей? Это какая-то реально сходка подписчиков. Может быть, здесь есть какой-то оленей Дани Милохин, и он здесь стримит в лесу. И они все пришли к ним на сходку. Он сказал, что будет раздавать им бесплатные оленей фоны. Это Даня, это Даня. Это Даня Милохин. И чё, я тут собираюсь целый день проторчать? Тащи всю ночь? Да верно, лучше я бешко посплю. Не хочу я выходить к этим оленям и Даням Билохину. Подожди, что тётя Сандра испугалась оленей? Это её самый большой страх. Знаете, как треугольники. Только это олени-гольники. Вау! Так, чё-то там сходка пошла не по плану. Мне этот звук вообще не нравится. Вообще ни капельки. О, вау! Ничего себе у неё вот эти вот дымки. Чтобы это не было, лучше бы ей оставаться в лесу. Потому что и дальше ей будет плохо. А если она не останется, ооо, я готова к табу, что меня ждёт. Вау! Так, тётя Сандра вообще, у неё ружьё тут вообще, патроны. Тётя Сандра, она такая, знаете, деваха не из робких, скажем так. Она привыкла решать проблемы всю свою жизнь. Да. Она выросла одна, потому что её родители больше любили её сестру. И она воспитывалась на улице. И поэтому она с детства научилась таскать ружьё у себя в кармане заднем. Так вот. Замочим оленя. Что? Я буду... Серьёзно? Она боится оленей, понимаете? Мне кажется, это не просто олени какие-то. Это, типа, какие-то явно не самые лучшие существа на планете. Как тётя Сандра, выросшая на улице, боится оленей? Мне кажется, она только в лесу и тусила. Не-не-не, она просто как-то раз уснула на свалке, и там вышел, типа, олень. И она... Слушай, а давайте попробуем, что будет, если мы не будем убивать оленей. Ну, то есть, типа, их тут дофига. Сходка закончилась, и, типа, посмотрим, что сейчас будет. И вдруг, реально, ничего страшного в оленях нету. Тем более, что у неё патроны ограничены, и вдруг тут 500 оленей. Подожди, видишь, он уходит, этот оленёнок? Я думаю, что с ними всё в порядке. Ты далеко не уйдёшь, дурацкий олень. Так, смотри. Вот, подожди. Слушай, по-моему, это, знаешь, игра, как, типа, охота на уток. Они всё быстрее бегают и быстрее. Сейчас я тут... Сейчас я тут всех оленей вообще в лесу не останется. Да, но они даже не проявляют никакой враждебности. Зачем их убивать? Потому что... Тётя Сандра сумасшедшая женщина. Я слышу какие-то другие шаги, как будто бы это не оленя и шаги, а типа, чтобы... А, вот он! Кто это? Здрасте, это волк? А-а-а... Я не хочу его убивать. А почему? Он что, в тачку садится? Серьёзно? Ты куда? Он пытается украсть мою магнитолу? А-а-а-а... Вот козёл! Видимо, это была первая плохая концовка. Давайте, я хочу ещё... Я хочу ещё! Итак, план у нас такой. Мы не отстреливаем оленей. Ждём появления вот этого волка-оленя. Я не знаю, вдруг это просто... Я не знаю, так был близко. Ещё не один олень, кроме вот этого, который здесь проходил. Слышишь, слышишь, слышишь? Да-да-да, кто-то бежит. Так, всё, всё в порядке, да. Может быть, там... Подожди, вон он! Вон он! Да, вот этот... Вот этот чувак. Видишь его лапища? Да, это явно не олень. Это либо волк. Не знаю, может быть, это какой-то свин. Он ушёл куда-то. Куда ты ушёл? Ты туда пошёл? Давай, подходи сюда! У меня есть ружьё! У меня есть ружьё! У меня есть ружьё! Это патроны, я буду заряжать туда свои бидоны! Ясно? Тут ещё сверху, кстати, есть окно. То есть он, в принципе, может и сверху подлезть сюда. И вообще он подходил, по-моему, в прошлый раз не так, чтобы прям... Так, ну где ты? О, вот-вот-вот, слышишь? Медленно идёт, другим шагом совсем. Чувак! У меня уже нервы на пределе. У меня бидоны сейчас взорвутся. И давай, подходи к этой машине. Он просто держит в напряжении. Смотри, я вот сейчас нацелился, там что-то красное было. Да? Да, вот здесь вот мигнул этот... Такая оленёночка. Всего лишь олень, да. Так, вот-вот-вот. Нет. Слушай, они определённо отвлекающие чуваки. Они точно работают на него? Это как чайки, которые работают, сами знаете, на кого. Так, где... Вот он, вот он, вот он. Вот он! Давай! Получай! Роскошно! Знаешь, это не особо похоже на волка. По-моему, волки так не ходят. Это просто какой-то монстрочел. А что могу сказать? У него же звук другой немножечко от лап. Так что... Да, да. Так что... Я думаю, мы услышим. Ты, кстати, заметила, что он когда здесь сбоку стоял, он был очень похож на вот эту половинку лица человека за окном? Да, 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 да. Прямо вот как когда в глазок, если в игре посмотреть. Ну, в целом, вообще-то мы сидим в машине, а всё, что происходит снаружи, это типа за окном? Ну да. Так что всё логично. Можно назвать эту игру «Уродец за окном». Кстати, если я ему набросаю тут кучу оленей, то, может быть, он на них отвлечётся? Зачем я ему нужен? Я точно говорю, он здесь из-за магнитолы. Да, я думаю, что ему надоели эти олени. Или... В смысле... Так, так, так. Так, олень подбежал. Хотел сбить меня с толку. Да. Радуйся, что я не охотник из этого... Кто там, Бэмби был? Так, вот, по-моему, я слышу. Да? Нет. Да? Нет? Можно тут сойти с ума? Да, серьёзно. Здесь, по-моему, пугает больше тишина, которая окружает. Поэтому я буду стендапить. О! Блин. Опять засыпаю я прямо здесь с дочью. Что-то ты не вовремя решил заснуть. Ну? Но если я усну этой штуке, это очень сильно понравится. Так что, несколько следующих часов это будет трудовато, короче, не вырубаться здесь. Значит, если вы будете засыпать, жмите на пробел для того, чтобы просыпаться. Эээ, во-во-во-во, слушайте, это новая механика игры. А, я сама себя напугала. И меня тоже. Знаете, когда проходите игры с Лито, даже скримеры никакие не нужны, потому что скример сидит у вас под боком. Все помнят мои дорогие скримерочки? Да. Это сильно отличается от предыдущих игр, точнее, следующих игр автора, потому что каждый раз что-то меняется. Вон он. Вон он, вон он. Я могу отсюда? Нет. Нет? Да, слишком далеко. Не тратя. У меня, видимо, какой-то, типа, дробовик, и вся дробь рассыпается. Давай, иди сюда, я сейчас вырублюсь уже. Оп, 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 вот он. О, отлично, шикарно, человек за окном. Почти открыл дверь, слушай, а? Серьезно, серьезно. А это что такое спереди? Я не знаю, что это такое, но что? Какие-то фонари. Это нормально вообще? Это что-то едет сюда? Может быть, это мои галлюцинации едут? Вот как раз-таки похоже на них. Так, вот олень теперь... Слушай, мне кажется, теперь олень хочет спереть мою магнитолу. Он понял, что я засыпаю. Так, пошел отсюда олень. Уйди, пожалуйста, это страшно. Такое ощущение, что они становятся как-то четче, ярче. Что он тут делает? Серьезно, что ли? Олень хочет спереть магнитолу, ты посмотри. Уходи, давай. Вали отсюда. Я не буду его убивать, я не хочу убивать оленя. Не, мы не будем убивать оленя. Мы не будем, мы больше вас не трогаем, ребят. Все, свалил, свалил, свалил. Он сейчас тоже под колеса бросится. Не вырубайся, не вырубайся. Пять утра, пять утра. Шикарно. Кто бежит, кто бежит? Тетя Сандра! Подожди до рассвета. Он побежал к галлюцинациям. Да. Нет, тетя Сандра, только не это. Нет, тетя Сандра не засыпает. У нас еще, я не знаю, пару часов точно нужно продержаться, да? Нет? Че так все стихло-то? Че так тихо? Почему лес не шумит? Что происходит? Слышишь, слышишь, да? Да, 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 да. Он понимает, что при свете он магнитолу красть не может? Кто вообще сейчас ворует магнитолу? Все уже слушают там всякие беспроводные штуки. Я думал, это осталось в прошлом. Я не знаю. Дед рассказывал, дед! Где, 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 где? Так, олень, отвали отсюда. Пожалуйста, свали отсюда. Хотя, может быть, если здесь все будет окружено оленями, то он, типа, вон он, кстати, стоит. Вон он, вон, да. А если все будет окружено ими, то он не сможет попасть в машину. То есть, типа, он такой, дурацкий олень. А он, по-моему, бежит сюда. Бежит, 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 бежит. Привет. Шикарно. Получай. Получай. О, такой уродец. Ну, конечно. Конечно, я даже не могу описать его никак. Он такой горбунчик. Как эти олени. Мне кажется, что это, типа, олень-мутант. Мы просто находимся в каком-то странном месте. И один из оленей мутировал. И, не знаю, может быть, он мутировал под действием какой-нибудь музыки. Там, например, Доры там. Так, а откуда у него Дора-то? У него же нет магнитолы. Кто-то проезжал мимо, ставил Дору. Вот, где он, где он? Я не знаю, я вот слышу. Я слышу, что он подбежал. А, это, восьмик, олень подбежал. Олени слишком много. Да, прям окружили олени. Не вырубайся, не вырубайся. Надо было в тачке включить Дору. Вот он. Или это была мэйби-бэйби. И, короче, он, типа, мутировал. И, врубайся сильнее и сильнее. И, короче, решил, что он хочет украсть магнитолу для того, чтобы слушать их бесконечно. Так, вот он. Вот он. Ой, смотрите, какой красавец-то. Ну? Почему ты не стрельнул? Я не успел, у меня не было красной стрельбы. Слушай, она просто вообще вырубается и вырубается. Кошмар! Отлично. Никакой Доры. Только не из моей магнитолы. Я надеюсь, нам хватит патронов, потому что один вы просто зря истратили, да? Я хотел проверить, как далеко могу стрелять. Я так и... Блин, почему уже полседьмого утра? Я не могу левой рукой и так быстро жать-то кнопку. Пожалуйста. Ой, по-моему, начинает светать. Светать. Сюда я уже олень не могу рассмотреть. Так, чувак, всё уже как бы... Уже всё становится жёлтеньким вокруг такое. Чувствуется приближение солнышка. Определённо, только я так и не понял, что это были за фронтами. Где он, где он, где он? Видишь его? Нет ещё. Или это был олень? Возможно. У меня начинается безумие и паранойя. Я чувствую, как он тянется для того, чтобы запустить там Maybe Baby, типа, лучше всех на свете. Как-то так там пелось. Не знаю, никогда не был фанаткой этого исполнителя. Точнее, фанатом этой исполнительницы. Так, это тут бежит. Так, это олень. Давайте, давайте. Смотрите, три минуты осталось. Три минуты до того, чтобы не стать фанатом Доры. Яс! Думаю, что уже достаточно светло для того, чтобы отправиться вперёд. Подожди, Анна. Мы выходим из тачки. Да. Она побежала с ружьём. А-а-а. И типа... Вот. Что происходит? Сейчас волк прибежит и украдет магнитолу. Или машину. Нет, ну это явно не волк. Это какой-то... Он реально туда сел! А, ну это что? Врум, врум! Мне нужно было тачка! Он каким-то способом ещё завести её смог. Это потрясающе! Мне кажется, он просто сказал врум-врум, и он подумал, что она так и работает. Определённо. Если у меня когда-нибудь тачила, то я буду так её заводить. Так что, катаны, надеемся, что вам понравилась эта игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у нас есть суперламповый дискорд и телеграм. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Я хочу больше таких игр, от этого разраба. Всем пока! Больше бидонов, богу бидонов!